Здравствуйте! Это программа служителей, я Дмитрий Кошелев. Сегодня мы приехали в Петушки, местному городскому Свято-Успенскому храму. В этом году исполнилось 100 лет. Поэтому сегодня мы поговорим об истории церкви. Если удастся, побеседуем с ее настоятелем, отцом Сергием Березкиным. Кроме того, вы узнаете много нового, интересного и, может быть, неожиданного. Для начала познакомимся с особенностями храма. Построен в стиле новорусский модерн. Так считает наш гид, преподаватель Орехово-Зуевского педагогического института Владимир Алексеев. Заказчиком возведения выступил Покровский купец Иван Павлович Кузнецов. Он же выделил средства на строительство. Я даже допускаю, что у него был очень высокий художественный вкус. Что он бывал в хийском муспельском соборе, который очень похож на наш собор или наш на них похож. Но, с другой стороны, здесь в храме очень много вещей, которые созданы на известной такой московской фабрике церковной утвари Оловенишниковых. Это была очень известная фабрика. Это не нынешняя Софрина? Нет. Это была фабрика, которая имела право называться поставщик двора его императорского величества. И там был такой известный человек Сергей Иванович Вашков. Он вошел вообще во все энциклопедии, он планировал церковь, планировал особняки. Вот может быть это и его был вкус. Сейчас трудно сказать, но, конечно, вкус здесь замечательный. Это шедевр. Шедевр, который сначала в возрасте обосновается, но когда стоишь и смотришь здесь подольше, то храм поражает всем. Вот начиная со входа, с этих фонарей фланкирующих, с надписей, вот этой майолики, качая множеством надписей на стенах храма и так далее, так далее, так далее. То есть сам храм уже по себе является памятником очень высокого уровня. За сто лет полы в храме ни разу не менялись. На входе надпись, свидетельствующая о дате постройки – 1910 год. Причем цифры не нарисованы. Плитку специально заказывали. По мнению Криведа, в убранстве церкви можно выделить три составляющие. Во-первых, стена и живопись. Вот за нашей спиной. Вот тут мы видим на столбах красивые изображения древнерусских святых. Точно такие же фрески находятся в Киевском князь-владимирском соборе. По аналогии с храмом Матери городов русских, в Свято-Успенской церкви много сказочных фресок. Написаны они по рисункам Виктора Михайловича Васнецова. Среди них фреска Страшного суда. Алтарь Петушинского храма украшает копия одной из самых известных работ Васнецова – «Богородица на облаке». Вторая составляющая – это иконостас. Похожий находится в Киевском соборе, только там он выполнен из мрамора. А зато здесь, в Петушинском районе, все мужики в деревнях славились своим умением работать с деревом. Плотники были. Вот это слово «аргуны» – это петушинские, покровские, на самом деле, покровские плотники, аргуны. Называются так, потому что на Кижаче было село Аргунова, центр вовности этой. И вот аргуны умели работать с деревом, вот все это, видим, все это сделали они. Резной киоты, иконостас, вот все эти вот панели у свечного стола, панели по стенам, эти вот откидывающиеся сиденья, вход в храм. И, наконец, третье, что поражает в храме – это металлические изделия. Во-первых, вот эта вот загородочка на солье, она все время такая, это традиция этого храма, все время, чтобы все блестело. В четыре раза в год, как в конце каждого поста, нас все это драется. Паникадилы, люстры, светским языком говоря, выполнены на фабрике оловенишниковых. Подсвечники, киоты для больших храмовых икон, верхи хоругивей – все это столетней давности. Удивительно, но Успенский храм в Петушках не закрывался даже в годы гонения на православие. В принципе, должны были бы закрыть, потому что на шоссе проезжают, люди видят. Любой начальник, придержившись, скажет, как у вас кресты стоят, кресты стоят. То есть трудно объяснить, почему не закрыли. Верующие, как правило, говорят, храм спас Амафор Пресвятой Богородицы. Под покровом Божией Матери находится и кладбище в церковной ограде. Это единственный пантеон в округе, где похоронены священнослужители. Там же находится могилка главного благоустроителя – Ивана Павловича Кузнецова. Он только недавно стал немножко изменен, этот памятник здесь. На самом деле была просто дощечка, но она вместо себя почиталась. Вот под этой большой лиственницей была вот такая могилка. Среди прочих священников просто был купец. Вообще, это не удивительно, что купцы строили храмы. Это даже правило, как сказать. И вот, да, множество, множество храмов везде. Люди как-то стеснялись больших денег и хоть хотя бы храмом пытались и деньги эти оправдать. К сожалению, ни одной фотографии Ивана Павловича до нас не дошло. Человек был очень скромный, хотя и богатый. И у него были, да, у него были владения не только здесь, у него были фабрики текстильные, у него были даже владения Переславля-Залевского. И он даже там избирался в гласные Переславского уездного собрания. И первого священника он привез тоже из Переславля. Там возле Переславского Никитского монастыря есть такая Троицкая Слобода. Вот там жил священник Петр Покровский. Сюда переехал, и первый священник здесь у нас прослужил 44 года. Невероятно. До самой смерти. Вот одна из могил, это как раз могила портерея Петра Покровского. Его всегда поминают, когда говорят о тех, кто храм Багу украшал, тот, кто храм услужил. Закончились официальные мероприятия. Отец Сергий отслужил молебен. И только после этого у него нашлось время ответить на наши вопросы. Сергей Николаевич Березкин родился 13 апреля 1973 года. Окончил Московскую духовную семинарию. В сентябре 1993 года рукоположен владыкой Евлогием в Сан-Диакона. В ноябре того же года в освященнике. В 2010 году защитил диплом во Владимирском юридическом институте. Был настоятелем Свято-Покровского храма в городе Покров. Руководил епархиальным отделом по связям с вооруженными силами и учреждениями УФСИН. В настоящий момент настоятель Свято-Успенского храма в городе Петушки. Благочинный Петушинского церковного округа. А вам как удается создавать уют в вашем доме? Не только внутри семьи, но еще и в приходе. Который тоже является семьей по большому счету. Ну вот я скажу так. Приходится разделяться немного. То есть семья здесь, семья дома уже. Но вы знаете как? То есть есть с одной семьи как бы сказать в другую. Но это нормально опять же. Конечно же скажу так, не всегда хватает сил. Потому что все-таки здесь больше отдаешь при храме сил в эту семью. Потому что чувствуется здесь храм как бы себя особо. И знаете, ну даже иногда вот порой вот находясь в храме, ну никак не хочется уходить. Вот ты знаешь, что тебе сейчас надо уже сдать на охрану, проверить, все посмотреть, как настоятель. Все-таки ответственность такая значимая. Посмотреть, все ли окна закрыты. Что-то как бы там все ли потушено. Я вот так просматриваю все, проходя. И вот хочется еще что-то, ну задержаться как-то, понимаете. Хоть знаешь, уже там ждут, уже звонят, уже папа, когда будешь, там что, как мы поедем куда-то в гости к родителям, как бы так сказать. Вот такая ситуация. Ну конечно же, вот домой приходишь, уже думаешь, ну вот устал. Это все родное настолько, потому что отдаешь себя, ну всего полностью. Но на ту человека он и поставлен, и рожден. Ну зачем, ну себя беречь, скажем, хранить? Ну для чего? Ну для чего, скажем. А жить когда? Как иногда говорят. А, ну ведь все в руках Бога. Вы знаете, Богом все отмерено, скажем так. Вот если Богу будет угодно продлить время, ну за что-то продлевает Бог жизнь людям. Люди живут, скажем так, ну, как мы говорим, старой закалки. И до 100 лет. У нас прекрасные такие старожилы. Здесь вот при храме, особенно в Успенском, вот по 100 лет прожившие. Ну как же вот они жили? Ведь они не имели того, может быть, что мы имеем. Они прошли таким терринственным путем, которым мы не идем сегодня. Ну а за что Бог? Вот, наверное, может быть, за то, что они отдавали себя. И Бог их награждал. Для того, чтобы они вновь и вновь, ну, как бы радовали, скажем, ну, своих родных. Сейчас вот медики и вообще общественность бьет тревогу по поводу того, что очень много молодых людей умирает. В 30, 40, до 50 не доживает. Это, наверное, какой-то отчасти результат нашего вот такого пройденного пути. Нет такого понятия целомудрия. У нас оно пропало. Вот, знаете, любовь. Такая настоящая, христианская любовь. А ведь люди крещеные, понимаете? Очень тяжело и болезненно. Они крещеные, но не церковленные. Очень болезненно, что они, как бы, вот крещеные, а вот у них все, абсолютно нет христианства. Понимаете? Абсолютно. То есть не знающие ничего того, как бы, что они получили. Ну, это, конечно же, крещение, которое они получили в то время, когда, наверное, скрытно, хоть вы знаете, получилось так, что, к примеру, я, если касательно меня, то я был крещен отражением. Рождение своего. Но я родился в другом городе, а привезен был в Успенскую церковь в городе Петушки. И был крещен здесь. Понимаете? Но, опять же, не скажу, что я буквально был вскормлен с молоком матери в вере христианской. Нет, абсолютно. То есть было время, были школьные годы, было то время, когда я вообще не знал Бога. Это уже, скажу так, в совершеннолетие, это уже будучи в классе седьмом, как бы так получилось, вот я обрел просто людей, друзей таких, своих сверстников, которые были вот ближе к Богу. И как бы такой момент, что вот это знакомство привело и меня к желанию узнать веру. Как бы хоть времена были непростые. И я застал то время, когда, к примеру, я был вынужден отвечать перед учителями или там директором за свои вот такие похождения в храм Божий. А почему ты ходишь? А тебе нужно крест снять. Вот кто-то, ты нас позоришь. Были разные моменты, но я не хочу об этом говорить, потому что это знают в какой школе, и все это как-то пятном на учителей. Но ситуация такова, что сегодня же все открыто. Мы не боимся ни Бога, ни родителей своих, не стыдимся абсолютно ничего. То есть вот это наша трагедия. Ну, нельзя сказать, что именно как бы вот люди уходят, вот Бог наказывает. Да нет, просто чаще всего получается, что человек гибнет именно вот от этого. Гибнет. Алкоголь приводит к катастрофе. Понимаете? Наркотики, сами понимаете, к чему это может привести. И так далее, и так далее. То есть остановись в этом, уразумей, пойми, вот что это абсолютно тебе не... От природы не заложено тебе это. Зачем ты нарушаешь внутреннее состроение, так сказать, даже человека. За жизнь каждый из нас неизбежно накапливает множество грехов. Но это не повод махнуть на всю рукой и жить, как придется. Помочь своей бессмертной душе христианин может пройдя через таинство исповеди и причастия. Либо через самое главное таинство христианской веры – крещение. О том, для чего оно необходимо, на этот вопрос ответил настоятель Свято-Троицкого храма Владимира, отец Евгений Боровских. По церковным канонам на восьмой день после рождения необходимо приносить ребенка в храм, чтобы батюшка либо по святцам, либо по желанию родителей дал дитя имя. Спустя некоторое время, обычно около месяца-двух, совершается таинство крещения. Но это было раньше. В нынешней практике эти обычаи объединяются. Так что же такое крещение? При таинстве крещения прощается, в первых, первородный грех, если это младенец. Если это человек взрослый, крестится, то прощается мой первородный грех. И все вот эти грехи, которые были примерно семилетнего возраста, по тот день и по тот час, когда он крестился. Для младенцев необходимые условия – присутствие крестных, матери и отца. Люди, они должны быть воцерковленные, то есть не просто декларирующие себя христианами, а живущие по канонам церкви, соблюдающие посты, регулярно исповедующиеся и причащающиеся. При таинстве крещения они вместо ребенка принимают на себя его обязательства. Младенец сам не может ответить или сказать, то вот эти крестные, они берут на себя его обеты и берут как бы перед Богом и перед родственниками, дают такой обет, что возродить этого человечка маленького в вере православной, научить его. А для взрослых это уже как бы может быть необязательно, потому что человек уже сам взрослый, он сам отвечает за свои поступки, за свои дела, и он сам уже верой принимает. Отрицаешь ли я сатаны и всех дел и во всех агилку, и всего служебникова, и всех гордыников? Отрицаю все. Иду не и плюнь к негу. Плюньте и дуйте на ногу. Или что? Плевать и дуть старый обычай. На поместном соборе 17 и 18 годов прошлого века рассматривался вопрос о его целесообразности. Отцы церкви приняли решение сохранить обычай в знак уважения к святоотеческим традициям. Затем священник прочитывает молитву на освящении воды и помазывает ребенка елеем. Ставится крест на челе, на груди, на плечах, ушах, помазываются руки и ноги. Это тоже древний обычай. Уши, например, покрываются маслом для того, чтобы младенец слышал слово Евангелия. Ноги, чтобы ходили по заповедям Христовым. После этого со словами «Во имя Отца, аминь!» и «Сына, аминь!» и «Святого Духа, аминь!» Невокрещенный опускается в воду в знак того, что в воду Хриордана Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. Представьте, за эти годы сколько грехов на себя набрал. И сейчас, получается, за час во время Таинства Крещения Господь все грехи прощает. Это как мы моемся в бане или в ванной, где угодно, мыываем свое тело от грязи, от всяких пот, так и в Таинстве Крещения Господь благодатью свою омывает, очищает всю нашу душу от всяких грехов, от всей скверной. На ребенка надевают белую крестильную рубашку и крест. Потом священник помазывает новокрещенного миром. Мира – это масло особого состава. Варится оно раз в году патриархом в мивоварне Донского монастыря в Москве. Таким образом сообщаются ребенку дары Духа Святаго. При совершении Таинства Крещения новообращенный приобретает ангела-хранителя, который будет помогать ему всю жизнь. А крест святой защищает от происков врага рода человеческого. Младенцам до 7 лет поститься перед Крещением не обязательно. Взрослые же должны после 12 ночи в канун Таинства не вкушать пищи и не пить воды. Кроме того, великовозрастным неофитам, так называют новокрещенных, необходимо знать наизусть символ веры, как Отче наш. Программу «Минимум» будем считать, на сегодня мы выполнили. Программу «Максимум» дай Бог освоить к счастливой старости. По крайней мере, очень хочется в это верить. Я Дмитрий Кошелев. Новый рассказ о служителях на следующей неделе, в тот же день и в то же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин